в общем для нормальных людей если они делают какую-то глупость то для них для них сделана песня кипелого этот парень был из тех кто просто любит жизнь сейчас покажу какая какой бабушки была голова череп нишка мощная вот это да это как бы если бы она могла бы реально занимать какую-нибудь должность нобелевской нобелевский лауреат короче ученую ученую должность нобелевская степень может это просто так фотография так вышла но фиг знает здесь реально у нее голова такая да уж интересно чем бы я занимался если у меня такой же был отдел такая же голова была здоровая не у так шла еще выше вот такая вот была бы такая вытянутая голова была бы такая и в этих она была такая у меня была так вот идет лицо и вот так вот голова вот так в три раза больше чем у меня интересно чем бы я занимался меня вы инопланетяне просто забрали к себе под воду я бы там чем занимался потому что здесь нечем заниматься когда у тебя голова в три раза больше чем моя у меня реально голова в три раза больше моей вот смотри нифига себе даже как-то пугает немного здоровая голова прям посмотри гигантская даже надо было пролетарием родиться с такой-то головой вот посмотри у остальных не очень-то развита голова у нее прям вообще мощная я в танки играю и себе если у меня фотография моего деда была бы то я бы мог понять почему почему деградация черепа черепа произошла может это может объяснить только тем что у него лоб вообще был вот что у него короче мозг отсутствовал просто ну вот если у бабушки мои спросить моего деда мозг отсутствовал надо она не просто скажет что да у него вообще мозга не было там она скажет что за ерунду ты несешь то есть она с позиции разума отвечает реагирует даже в возрасте а так я подозреваю как могло из такого вырасти такое нужно было очень деграданский дед это нужно было чтобы моя бабушка нашла какого-то настоящего дегенерата просто настоящего дегенерата я не знаю вот реально интересно было бы посмотреть как выглядел мой дед может он должен быть согласно согласно логике должен быть настоящим дегенератом просто бабушка рассказывала про него такое что он был из детдома что он ненавидел русских там был типа бог какие-то бандеровцам она говорит был хрен знает может она бредит блин я реально никогда не смогу увидеть как выглядел мой дед потому что он реально каким-то дегенератом был мой дед что даже фотографии ни одной не осталось он как жил вообще даже не знаю ну если ни одной фотографии не осталось то это говорит уже о многом в то время фотографии была развита да он даже и в городе не остался когда он связался с моей бабушкой она его вышвырнула вышвырнула с города буквально нас нас то есть представь насколько надо быть отбитым деградантом чтобы тебя из города выкинули то есть в древние времена это было бы то же самое если какой-то какой-то деградант его из города выгоняют и он умирает там джунглях какой-то видимо мой дед был каким-то реально отщепенцем не знает она говорила что он внешностью он был черный видимо брюнет был какой-то а как у меня вопрос как мой дед мог пережить оккупацию немецкую оккупацию и при этом вырос деградантом это же были тяжелые условия немецкая оккупация это не каждый там мог выжить просто если какие-то уроды рождались их просто выкидывали но может он так так вырос потому что сначала немецкая оккупация была потом советы пришли его родители всего бросали и уплыли на корабле его бросили вот прикинь насколько надо быть родителями года чтобы своего ребенка бросить свою жопу спасать ребенка своего бросить может на корабле не было возможности выжить для детей и все взрослые просто бросили своих детей и уплыли в европу а почему при немецкая оккупация они не уплыли или не сбежали ну короче да с моим дедом не очень хорошо обошлись просто бросили его и уплыли и он оказался по сути в чужой в чужой стране вот бабушка была из советского союза родом а второй ее второй муж вот этот дед вася он тоже насколько я знаю тоже из советского союза на родине принципе нормально короче виновата немецкая оккупация и то что потом когда советские солдаты пришли родители моего деда бросили его и уплыли на корабле в европу и это травмировало его вот так и появился я на свет не просто писать насколько нужно насколько нужно быть странным человеком чтобы тебя выгнали из города еще и фотографии ни одной не осталось и разорвали все фотографии с тобой он же не был каким-то маньяком я не знаю а тогда и Продолжение следует...